Сараби! А? Муфаса, почему ты пришёл сюда? Сараби, послушай меня, ещё не время, когда Симба ещё молод. Надо дождаться, прежде чем начать войну против моего брата. Я позабочусь, чтобы на вас пока никто не напал. Ты уверен, Муфаса? Я не знаю, как обучить Симбу. Ну-ка, слишком слабо для тренировок. Кто обучит нашего сына? Ты не волнуйся об этом, милая. Найди прайд Востока. Там есть только обученный лев для нашего сына. И пусть подготовит наших львят к войне. Я не смогу это долго удержать. Я скучаю по тебе, милый. Не так одинок без тебя. Я знаю, милая Сараби. Время придёт, и мы уже встретимся последний раз. И так, короли прошлого, решили устоить ещё одну проверку, чтобы мы подготовились к решайшей битве за властью на Скалепрайда. Но пока я жива, буду оберегать и наши земли до последнего. Если война рано начнётся, то я буду спокойна за малышей наших и обеспечу им всем, чем я смогу. Рано встала наша королева. Она никогда так рано не вставала, даже с первыми лучами солнца. Ну что ж, уже скоро наступит время, чтобы сдвинуть этот рот в Муфасы. Что это на тебя не похоже, Сараби? Ты рано так не вставала, даже после смерти Муфасы. Тебя что, тревожит? Знаешь, Зир, наши годы уходят, а молодым нужно хоть что-то, чтобы научиться ему самим. Им нужен опытный лев. И здесь становится совсем небезопасно. То есть, как это небезопасно, Сараби? Куда уйдёт, молодняк? Не могу сказать, это секретная информация. Ты не королева, чтобы не указывать. О, правящий королева сдаётся? А ведь и скоро придёт время передать трону своему сыну. Что же ты сейчас не сделаешь? Слушай сюда, Зира. Это тебе легко говорить, что ты, типа, была когда-то королевой, но моё сердце подсказывает, что я должна сейчас делать. Так что лучше тоже думай своей головой, Зира. А мне надо думать головой над своими детенышами, а ты над своим. Оу, Сараби, я-то защью своего ребёнка. Но ты сможешь ли защитить их? И же ты уже не так молода, Сараби. Поэтому позаботься о своём здоровье, королева. И-и-и. Хм. Сарафин наблюдала со стороны за Сараби и Зирой. Она понимала, что здесь уже становится небезопасно. Надо найти её родителей, чтобы передать под опеку своего старшего брата Хеопса, который мог обучить илевятам нужного приёма. Подойдя к своей подруге, Сарафина решила предложить того, кто мог обучить илевятам новой жизни. Сараби, слушай, я честно случайно подслушала ваш разговор. Я знаю, ты ищешь помощь для илевят. То я могу предложить своего брата Хеопса. Помнишь, боевого льва? Предложил подруга. А случайно не тот, что пытался за мной ухаживать? Да, это был он, пока его Муфаса не поставил тогда на место. А помню, помню, усмехнулась Сараби. Как раз поведем наших львят с моей племянницей к твоему прайду. Пока всё не успокоится. А пока пусть львята подкрепятся и готовятся к пути. Хорошо, а новости передадим нашему мажодому Зазу. Пусть отправляется туда. Ушла Сарафина. Зазу спал неподалёку на скале. Вспоминал чудесные деньки, когда помогал своему королю Муфасе. Вспомнил, как он познакомился с принцами, когда те пытались поймать добычу в первый раз. Эй, Зазу, есть дело? Позвала его Сараби. Зазу проснулся и спустился к ним. Что прикажете, моя королева? Спросил он. — Тебе есть задание, Зазу, — начала Сарафина. — Ты должен лететь к моему старшему брату Хеопсу. Передать ему, что к вечеру должен нас встретить на границе. Пусть примет наших львят под свою опеку. И предупреди, чтоб поторопился. Шрам задумал что-то плохое. — Всю минуту отправляюсь к нему. Зазу полетел на восток. — Надеюсь, что твой брат быстро примет такую новость, Сарафина. От него давно не было в вестей, — сказала Сараби. — Да, я знаю. Но иногда бывает и грубо. — Но сейчас он должен поспешить с таким делом, — ответила подруга. — Будем надеяться, что мы успеем увезти львята отсюда, прежде чем начнется эта война. — Слушай, Сарафина, если он не ответит, то иди с ними. Ты же свой дом знаешь, поэтому ты сможешь им помочь. Плюс ты привыкла жить к такой жизни, чем я. — Хорошо, Сараби, я тогда введу львят, если мой брат не придет. Но я думаю, что через разу он сообщит, что он либо занят, либо я их должна привезти. — Ладно, — вздохнула глубоко ее подруга, смотрев далее. Интересно, почему Шарам решил объявить все-таки на войну? — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!